Зачем я хотел выступить? Я вообще человек, который любит, когда все хорошо. Ты сказал в программе работай, она работает. Я очень не люблю, когда возникают ошибки. Я редко, когда сам разрабатываю, редко думаю о всяких форнергейсах, чаще все концентрируюсь на хэппи-пазе. Вот сейчас мы это сделаем, покажем, здесь такое сообщение success, 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 success. Оно получается не так. Почему-то. Оно может получиться вот так. Эта штука, я думаю, печалила вообще очень многих за время пользования Microsoft Windows. Я создал всякие разные прикольные сообщения об ошибках. Я буду говорить об ошибках. О том, что мы их делаем, о том, что другие их делают, и о том, что с ними нужно как-то жить и обрабатывать и вообще и так далее. Вот. Это тоже классная ошибка. Веб-разработчики часто видят. Очень плохо, когда оно в продакшен такое попадает. Клиенты очень печалятся, сразу говорят, ой, а что это у вас? Вот. Вот это тоже классные результаты ошибки. General system error code, internal error. Ну, типа, все понятно. Пользователь рад. Пользователь понимает, что все хорошо. И система написана хорошо и качественно. Тоже это шедевр. Ошибка возникла при показе предыдущей ошибки. Даже ошибки, которые, ну, блин. Вот. Тоже. Фото-принтинг-визор error. Та-та-та-та-та-та. Запрещен копит XSF. Типа. Ошибка была, но... Наверное, очень плохо, что у вас все хорошо. Вот. Вот это плохо. Как должно быть? Месседж. То есть, мы... Хорошо, если на проекте есть бизнес-аналитик. Если есть человек, который, там, занимается общением, там, с клиентом, там, выясняет, там, все... Там, UI, как должен быть, сообщения, какие должны быть... Но! Я так отметил для себя, что в 80% случаев они коммунизируют только success-сообщения. А-ля, там, you have successfully added new records. У-у-у! Классно! А когда программист не знает, что от него ждут, и в сообщении, когда рекорд не удалось добавить, он пишет, ну, там, I was been able to successfully add error to. Вот. Или, там, просто, там, какой-нибудь кусок SQL вывалить. Или, там, stack trace такой длинный. Вот. Это, это, ну... Мы же люди, как бы, умные. Мы же думаем мозгом перед тем, как что-то делать. Нужно показывать сообщения, которые пользователю... Ну, зачем-то мы их показываем, верно? То есть, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Что нужно? Сказать пользователю. Первое. Что не так? Что пошло не так? Куда мы пошли не так? Почему так произошло? Это пользователю тоже... Ну, то есть, я там не смог... Ну, я сейчас, значит, покажу пример. Что делать дальше? Ну, то есть, когда мне просто говорят... Fatal error. Что делать дальше? Ну, fatal error. В общем, это я, как бы, сделал пример сообщения, которое, как мне кажется, приблизительно то, что хочет увидеть пользователь. We couldn't plot profile data. What? Что мы хотели сделать? Plot profile data. Why? Because you have no access to it. Окей. Что делать дальше? Please make sure you have sufficient permissions. То есть, это сообщение говорит о том, что мы что-то делали. Что мы почему-то не смогли... Ну, почему мы не смогли это сделать? И что он дальше может сделать пользователю? Это, на самом деле, сейчас это больше не около Дутнета, это вообще о программировании в целом. Но это очень важная штука, о которой пользователи забывают. Ну, я на своих проектах неоднократно наталкивался на проблему, что он говорит, ребята, а что это у вас за такие интересные error-месседжеры? Почему у вас везде одинаковые и никогда не говорят о том, что четко происходит система? Вот. Это... Все знают, кто это? Да. В общем, это Slowpoke. Плохо, если ваше сообщение об ошибке это Slowpoke. Ну, в смысле... У нас была с ребятами такая проблема на проекте. Мы когда переключаемся между директориями, там, в дереве, у нас подвышается список документов. И вот, если... Иногда у нас было так, что, типа, ошибка вывалилась, когда мы грузили предыдущую директорию, а мы ее показываем уже на следующей. Ну, как бы, это ошибка Slowpoke. Ее не надо показывать. Пользователю уже не релевантно то, что вы ему показываете. Поэтому... Show only relevant errors. То есть, если пользователь уже не в контексте, и это на самом деле уже и не важно, то не показывайте. Зачем? Он счастливенько пришел себе уже новое место. Вы там взяли там логированием своим или exception handling, залогировали себе, да, если что, мы посмотрим, когда нам вдруг логи пришлют. Надеемся, что не пришлют, в смысле, что проблем никто никогда не увидит. Ну, конечно, такого не бывает, но, тем не менее, это тоже очень важно. Это то, что касается то, как мы продуцируем ошибки пользователя. Есть еще такая штука, как external fault. Это когда... Ну, мы сейчас редко живем в замкнутой экосистеме, когда мы не общаемся ни с каким другим там REST API или SOAP API, или там куча любых разных могут быть провайдеров данных данных. Так вот, как говорил доктор Хаус, everybody lies. Everybody fails. В какой-то момент любой из них обязательно, если он может свалиться, он свалится. А вероятность того, что он может свалиться 100%. Поэтому будьте к этому как минимум готовы. То есть, в частности, сейчас коснусь темы REST. Ну, это стандартная группа HTTP статусов. То есть, success, follow-direction, information. И вот эти два последних как раз там выделены. ClientError и ServerError. Это вот, если мы работаем с каким-то REST API клиентом, мы часто будем получать какую-нибудь чушь с этих мест. И нам нужно на нее адекватно реагировать. Причем нам по-хорошему нужно каждый раз, вот я немножко развернул, вот это самые вот типичные. BadRequest, Anathrise, Forbidden, Unfound, Conflict, InternalServer, BadGateway, ServiceEnabled. На всех их нужно отреагировать. Но при этом по-хорошему отреагировать уникально. То есть, на Anathrise нужно показать логин форуму. На Forbidden сказать, что товарищ чувак, у тебя вообще, ты не можешь с этим работать. Not found, ну, not found. Нема такого. А вот и не маешь. До того прав. InternalServerROR тоже там. Нужно какое-то другое сообщение сказать о том, что мы не смогли приконнектиться там, не знаю, к Facebook API, потому что Facebook умер. Ну, такое бывает редко. Но тоже бывает. Это может быть не обязательно. Это сейчас конкретно штат HTTP статус коды. Это могут быть, если вы общаетесь с SOAP каким-то, у них есть свои фолд контракты. То есть, всегда есть какой-то фолд контракт. И вам нужно четко уметь реагировать на него. Мы вот у себя в проекте, я это взял, скопировал сюда, для вот таких вот HTTP-шных вещей сделали такой врапер над респонзом, который мы получаем, а-ля Operation Result. Он, по сути, врапает T-Result, то есть это любой тип. И в Operation Status он держит это Payload, то есть, что это было? Это был Conflict, или Not Found, или Unauthorized, или еще что-то. И теоретически даже консюмер этих вещей может отреагировать. Иногда бывает, что нужно сделать там несколько запросов подряд. Что делать? То есть, каждый раз проверять это, а что Successful да, нет, а то Successful да, нет. В общем, так, я эту презентаж предотвращаю. Это такой extension метод, который позволяет делать continuation. То есть, если Source Status successful, тогда выполняем функцию, иначе возвращаем с дефолтным результатом новые операционные результаты с типом T-Out. То есть, берем T-InSource, возвращаем T-Out, и так позволяет делать чейнинг. То есть, если у вас там, например, GetInformation, ну там, GetList, GetInformation, Get там еще что-нибудь, еще что-нибудь, и в итоге там пост какой-то там, апдейт, если вам это нужно сделать несколько раз, то есть, грубо говоря, второй свалится, вы уже получите там какой-то, например, 400, первый Unauthorized. Вопрос какой-то? Ага. Если звалится Funk. Если звалится Funk, ну тут 3-кетч можно добавить. Там был на початку таких правильных... Не, я понимаю, это не реакция на события, это просто helper, который позволяет им дальше покидывать. Это для примера сделать. Да, здесь можно делать лучше, можно 3-кетч, красиво так облизывать код со всех сторон, чтобы он был такой весь очень правильный и реагировал на любой exception, да, но в итоге exception, который попадет пользователю, должен быть релевантным. Если у тебя свалился Funk, там, OutOfMemoryException, то нужно показать, что sorry, we have an error, или что и будь, или просто тихонько умереть. Вот. А если это был там какой-то response от сервера, типа, 404, ну тут нужно показать что-то, ну что, нема такого, что если ты еще пытаешься, что-то нема. Вот. Опять же, такое напутствие be ready for favor. Они случаются. Всегда. Всегда об этом не забывайте. Я забываю, вы не забывайте, пожалуйста. Вот. Есть еще такая штука, с нами могут интегрироваться. Мне когда-то рассказывали про проект, у них была, получается, система справочников. и к этим справочникам коннектились куча всяких разных там, клиентов, и у них был вот плохой ответ на все. Генерал фейлор. Генерал фейлор. Вот. Генерал фейлор, получается, никаких других ошибок больше не было, был только генерал фейлор. И потом, им когда приходилось с этим делом, сталкиваться, ребята, вы там, мы у вас спрашиваем, вы валитесь, а что у вас? Он, генерал фейлор. Окей, давайте смотреть плоги там. Ну, то есть, опять же, вот с вашими соцплатами, negotiate the contract, обсуждайте контракт, по которому вы общаетесь. Ну, кроме того, fold contract, тоже очень важно обсуждать. То есть, чтобы они тоже понимали, какие вы можете им ошибки возвращать. То есть, если они у вас что-то попросили или то, ваши стандартные ошибки, то есть, тоже очень важный момент. Они, по сути, тоже ваши пользователи, то есть, тоже те же самые пользователи, которые хотят видеть такие адекватные сообщения об ошибке. Если будете им показывать неадекватные сообщения об ошибке, они будут расстраиваться, вы будете расстраиваться, потому что они будут на вас типа ドライバ young type op, кричать, что за фиговом прислали и так далее. Вот, Плавно перехожу, как-то быстро пошел на эксепшены. Это уже больше .net-специфик тема, чего я здесь коснусь вообще. Стоит ли их использовать, как их по-хорошему использовать. И я нашел в интернете, на сайте даже на MSDN есть прикольная статья Best Practices for Exceptions. Классная штука, если никто не читал, очень субъектив. Открыл для себя некоторые новые вещи. В принципе, в конце ресурсов несколько кинул. Что такое exception? Прежде чем его срогать внутри системы, подумайте. Вы сейчас жмете на кнопку emergency stop. И теоретически может такое, если вы не добавили еще где-то дальше кучу кетчей, то весь ваш флок программы делает так хрыть и все. Все замирают, пока оно кидается, стэк трейс, наборачиваются. До последнего, кто поймает, захендляет. При этом это достаточно ситуации, которая возникает не всегда. И нужно очень четко с ней работать. Поэтому это первая вещь, которую нужно взять себе на consideration. Можете ли вы с этим exception что-то сделать? Вот в том месте, где вы его поймали. У вас есть кусок кода. Вы знаете, что он может бросить какой-то exception. Стойки добавляют там trycatch. Ты его в том месте можешь адекватно захендрить? У тебя в руках бомба. Ты можешь с ней что-то сделать? Ты можешь перелезать в проводочки? Красный, синий, да, нет. Лучше отдай следующее. Может быть он знает. Это такая вещь. Если можешь захендлить, тогда хендли. Я здесь немножко вперемешку сейчас. Стоит ли бросать, стоит ли хендлить. Опять же, если ты хочешь бросить что-то, можешь ли ты завязать существующий... Немножко подровнять его, как колесо, и использовать стандартные exception. То есть, если у тебя зашел там, не знаю, null переменная в метод, ну кинти аргумент null exception. Зачем ты будешь создавать свой какой-то exception а-ля trader was null exception, который по сути аргумент null exception. И нужно его хендлить как простой аргумент null. То есть, почему это возникло. То есть, нужно думать над этим. Нету silver bullet ни в предыдущем кейсе, не в этом. Всегда нужно думать. То есть, делать trade-off анализ. То есть, может быть, могу... Ну да, оно похоже на out-of-range boundaries. Ну что-то такое есть. Опять же, знаете, что такое L18N? Magic number. Localization. Вот. Это... Localization. Это... Если ваш exception когда-нибудь, вернее, exception message дойдет до UI, то его увидит пользователь, на каком бы языке он не говорил. Вот. Поэтому, если у вас в приложении есть, в принципе, локализация, если в месседжах есть риск того, что он пройдет над UI, то он по-хорошему должен быть локализован. То есть, exception message должен быть локализован, прежде чем показан там... Если это команда китайских разработчиков, нам будет проще от иероглифов. Или им будет проще от нашего украинского кириллица напишем. Вот. Еще такая вещь. Вот есть разные вероятности. То есть, какие-то вещи происходят чаще, какие-то реже. Вот если, например, вы пытались сделать запрос в базу данных и вытащить какую-то там, не знаю, запись о пациенте, и вам ничего не вернулось, наверное, не надо бросать patient not found exception, а просто вернуть null. Ну типа нет его и все. Ну то есть, не надо паниковать больше времени. То есть, опять, если это достаточно частая ситуация, которая возникает, то есть, возвращается null, возвращается отрицательная... Да? Просто null не дает информации, почему null? Здесь нет. Но опять же, если это достаточно частая ситуация, которую ты, в принципе, предвидишь, то есть, если null ты показываешь сообщение, типа, we couldn't find your patient. Ну типа, мы не могли... А если он не нашелся, то уже commercial не поднялся. А это да. Уже нужно построить exception. Ну то есть, если был результат нормальный, то есть, надо думать опять же. Но опять же, очень плохая практика пытаться exception-ами построить свою бизнес-логику. Потому что exception, это опять же, вот, а давайте-ка мы рубанем рубильник или fire, emergency, это все будет логироваться, кидаться и так далее. Вот, собственно, логироваться. Вещи, которые к exception-handling дополнительно идут. Это логи, трейсы и журнал. Все эти вещи могут в какой-то момент вам помочь, и желательно, чтобы в этих местах была адекватная информация, которую уже можете прочитать вы, сами себе. Зачем нужны логи? Зачастую, чтобы exception-ы там почитать, трейсы, для того, чтобы посмотреть, как это работает программа, и включаются они зачастую только в каких-то вот критических ситуациях, когда у нас там валится все, беда, плохо, не работает адекватная система, включаем трейсы и начинаем анализировать полотнище. Вот. И журналирование, это когда у вас все в системе идет хорошо, просто мы иногда запишем, была добавлена новая запись, запись обновлена, запись удалена. Ну, то есть, все спокойно, и просто после этого можно видеть, тебе там пользователь, например, тикет в support. Там, у нас пользователь нажал на ABCD, у него там все вылетело куча ошибок, ваша программа не работает. Вот. А ты смотришь ему журнал и смотришь там, открыл, закрыл, удалил, пытался открыть, попытался открыть, попытался открыть, и приблизительно в это время пришел тикет в support. Он, то есть, наверное, пользователь что-то не совсем так делал. Еще такой, без банальных вещей, так, насчет exception handling, просто хочу сказать, никогда не делайте re-throw exception, который вы поймали, потому что stack trace, скорее, ну, теряется. Вот. И до последнего c-sharp await нельзя было делать в catch-block. В последнем c-sharp уже можно. То есть это такие два напутствующих вопроса, я понимаю, я очень быстро, но вопросы. Я просто хотел бы сказать о чём это re-throw, потому что не все понимают, что re-throw — это когда вы поймали catch exception e, и потом написали srow e. Ну да. Надо писать просто srow, srow . 땅 т.н. А если не, тогда я на вас просто очень быстро. А еще вопросы? Ну, если нет, тогда я на вас просто очень быстро. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Попоказан. Продолжение следует...